вот опять же наш ремонт юбки я даже некоторое время думала снимать или не снимать все нюансы здесь вроде как бы легко но в общем что я здесь в итоге увидела значит что нужно здесь сделать здесь это задняя часть да это как раз по среднему шву задней половинки что здесь произошло здесь просто чуть-чуть разошлось вот здесь вот в районе молния для специального так растягиваю показываю что там просто волокна не волокна а ниточки шовчик сам по расходился вон он видите я думаю сначала что средний шоу а потом посмотрела с изнанки смотрю что это сама строчка на потайной молнии разошла какая-то белая нитка тут торчит и потом еще смотрела смотрела и увидела что кажется еще по среднему шву у нас тут он расходятся волокна смотреть не так хорошо расходятся и что же я тут принимаю за решение причем по боковым здесь находятся боковые по юбке это где-то что-то такое ближе х башка с шерстью такой вот состав это юбка на баске вот она красивенькая так вот даже думаю что наверное стоило бы чуть-чуть выпустить средний шов если это будет адекватно посмотрим я залезу вовнутрь и буду смотреть то что это да мне нужно будет здесь выпускать и так минимум по 3 миллиметра с каждой из сторон этого шва но тут еще такой момент что где своеобразно обработана потайная молния сейчас покажу как так вот я и вывернула наизнанку это средний шов юбки это боковой ну вот это передняя часть даже вытачки есть по передней по задней половине кстати вытачки даже не завязаны а просто строчка закончилась и просто обрезали нитки и даже закрепки нет ну естественно даже то что я рекомендую делать завязать и вправить такого нет в общем что здесь вот застроченного так сверху вот тут вот двумя строчками вот так вот это молния честно говоря не совсем понимаю зачем это нужно делать ну сделали так сделали значит чтобы не туда подобраться вот здесь вот эта строчка по среднему шву прострочена цепным стежком так а молнию мне надо подобраться вот к этой вот линии которая ближе к самой самому к самой ткани вот это сначала я распорю вот эту вот строчку она тут кстати даже вверх пояса не входит значит вот эту сначала строчку распорил а вот а потом уже дострачу ее и вы знаете все таки думаю что надо я не буду трогать средний шов хоть там чуть-чуть подрасходилась что бывает такое что ты начинаешь корректировать даже я потом буду мочить и приутюживать чтобы эти волокна пришли в норму и обратно стали но они могут не всегда стать обратно просто я смотрю здесь кажется что переплетение в рубчик а на самом деле здесь крестообразное переплетение то есть ближе похожая к переплетению как на марле знаете и в общем почему наша клиентка это не видела потому что это на попе расходятся здесь как раз где мы сидим но за счет того что она разутюжена то может быть она и не видно в общем я сначала зашью эту молнию ей укажу на этот факт она при мне оденет и я тогда уже буду смотреть что делать потому что даже если я выпущу здесь поэтому шву на 3 миллиметра не факт того что я потом обратно не буду делать строчку потому что могут оставаться вот эти вот сильно расшедшиеся волокна ну пока распарываем вот эту вот строчку просто которая удерживает саму молнию и вот этот вот средний шов который я затяжку да она вообще принципе то не нужно и сейчас я там покажу как застрочен что вы знаете я вот говорила вам распороть вот эту отделочную мне отделочную эту стачивающую строчку но сейчас смотрю что на в общем то мне особо то и не мешает мне надо вот эта часть раз крылья и не до конца видите я раскрываю эту молнию и сейчас вот в эту дырочку я поставлю вот это вот кончик этой молнии и дальше я раскрыла растянула вот теперь надо вот с этой ниточкой ее надо под порой где-то на два сантиметра минимума лучше на 3 что была возможность ее потом завязать но перед тем как распарывать давайте мы с вами так вот да наколем нее потому что мы сначала сейчас приточаем одну сторону а потом другую будем мерить уже по этой стороне и видите захватила лишнее вот эту часть раскалываем опять вот это видите чтобы не попал какая-то идет деформация сейчас будем дальше смотреть так нормально так вот эту вот ниточку будем брать тупую тупой стороной иголочки и вот так вот поддевать или мы тут какая-то закрепочка была в общем сейчас я ее найду посмотрю что там и где-то вот сантиметра 3 распарю только так чтобы сохранить и пожалуйста вот эту вот предыдущую строчку так и вот я уже перетянула эти ниточки и то же самое мы делаем с вами с другой стороны вот так вот видите и вот так поджимаете одну ниточку петелька с другой стороны вылазит и начинаете вот сюда ее выправлять пока ничего не завязываем ну хотя можно и сейчас завязать но лучше четыре нитки сразу и теперь мы подходим к нашей машинке она у нас уже должна быть заправленная молнию можно на потайной лапки делать а можно и на обыкновенной надеюсь что хорошо видно так очень рекомендую всегда молнии сверху строчить или снизу тогда у вас не будет каких-то таких вариантов конечно лучше нового поставить эту лапку уже на такую встречу вдруг у вас тоже нету потайной лапки мне их аж две штуки покажу как я раньше это делала главное здесь раздвинуть вот эту молнию видите вот эти два кончика я сейчас их слегка как подтягиваю здесь можно строчить так вот это зря так я просто хочу чуть чуть поближе а поставить лапку чтобы поменьше там строчить по той молнии которая была ну по той строчке которая была потому что я могу сейчас немножко сделать как микро складку на самой ткани вместе с молнией придется потом распарывать ну тот кто второй раз строчил молнию у меня уже можете понять о чем я говорю так вот так вот и кладем пластин придавливаем к низу пытаемся достать вот эти две ниточки нижние я рекомендую вот так их наматывает на пальчик хотя бы первые два стежка чтобы она была и начинаем строчить строчка у нас два с половиной миллиметра стежок но смотрите мы можем строчить максимум вот по вот этой вот второй вот есть первый ряд вот этих дырочек есть второй ряд либо максимум во второй либо лучше рядышком вот так на миллиметрик задела немножко так но все-таки один миллиметр не сделала два стежка вернее я не сделала слегка подрастягиваете естественно чтобы здесь никаких складок не было я щас буду строчить до вот этого вот шва бокового вернее среднего шва юбки ну или бокового какой у вас там будет у нас среднейшую юбки вот прям вплотную раз подтягиваю растягиваю немножко съезжать начинают в принципе вот здесь можно убрать вот эту булавку вот нам далеко не надо прострачивать без закрепки я всегда нижнюю часть делаю без закрепки видите как оно получилось сильно почти пытается целая складка получится посмотрим что тут с лица это не годится надо распорвать все-таки я распорола еще раз так же самое закалываю булавочкой меняю лапку уже в десять раз не распарывать и сразу с первого раза сделать хорошо давайте на чтобы у вас была потайная лапка убираю что это будет четче и быстрее вообще конечно с ремонтами все время и лично я вот так увожусь потому что мне надо чтобы было очень хорошее качество могли делать плохо так значит что мы делаем вот так ставим вот в эту первую рытвинку что производитель уж точно строчила такой лапки расправляем чтоб там ничего никуда не завернулось лишнего вот когда такая лапка есть она вот тут без носика 2 2 миллиметрового то вам надо всегда вот так прижимать вот эту вот молнию она не удерживает а носик всегда вот так пластик и и вот так вот прижимая то есть если вы будете покупать такую лапку желательно чтобы она была с маленьким двух миллиметровым носиком она лучше еще поближе так пластин ставим иголку опять же вот так вот придерживаем вот эти вот все ниточки так пластин молнию молнию вот другое дело так единственное тут в конце надо будет убрать ту булавку потому что естественно лапка по этой булавке не пройдет я только буду подходить обязательно заранее это делаете чтобы не растянуть вот этот шов конце я закрепку не делаю обрезающих 10-15 метров ниточку вот смотрите если вы переходите обязательно потом берете и поднимаете вот эту вот ниточку тут вообще хорошо очень хорошо видите прям стежок стежок попал вот а здесь очень аккуратно поднимаем лучше на миллиметр не дойти чем перейти на молнию она потом очень плохо застегивается видите вот здесь была закрепка еще мне надо чуть-чуть еще один стежочек убрать поднимаю вот эту ниточку смотрю а вот видите вот прокол и вот концовка мы сейчас это вытаскиваем и теперь мы таки его все завязываем два разика ну два три одну часть я всегда сразу завязываю а вторую часть я завязываю потом ну вторую часть молнии не еду так вот тут то же самое поднимаем петелечку и вначале вот здесь завязываем таким вот образом два раза но сейчас их окончательно заправлять не буду для чего мне нужно фиксаж на одной стороне молнии чтобы я могла ее потом правильно отзеркалить на другую сторону видите настолько видимо все под напряжением было ну в общем тут красиво бы зашел шоу вниз так теперь что мы делаем мы должны закрыть нашу молнию но перед тем как закрывать всем покажу нам нужно поставить здесь булавку на том месте где у нас с вами последний стежок отгибаем и ставим вот так булавку потому что в застегнутом виде молнию я потом не увижу где закончилась вот эта вот строчка проблема в этих момент что очень плохо кольца прокалывается чтобы быть очень тонкие булавки вот идеально где она закончилась эта строчка вот теперь застегиваете молнию сильно близко подошла ничего прошла вообще вот так вам надо было сколоть вот и сейчас переносим вот это вот уровень булавки вот сюда видите чтобы это было одинаково теперь я буду знать что тут у меня должна быть закрепка но теперь просматриваем здесь насколько у меня от последней закрепки стоит моя строчка она получается вот ровно ровно напротив так теперь вот эту булавку можно убрать и еще раз придется расстегивать молнию тоже не до конца чтобы можно было протащить наш хвостик и расстегнуть молнию теперь нюанс тут еще есть петют ниточки какие-то тут просто закрепки какие-то все распарывается прям кошмар какой-то так сейчас наша задача поставить о она идеально стоит я надеюсь что вам видно и вот здесь ниточка закрепки ну концовки наши вот этой строчки которые мы прострочили и здесь вот они вот так вот совпадают значит мне нужно просто зафиксировать булавкой и эту булавку желательно не доставать практически до самого-самого конца строчки видите вот так это то я могу снять а вот ту лучше не трогать и как я вам и говорила что лучше начинать каждый раз молнию строчить сверху ни одну там вниз а другую вверх лучше все вниз тогда у вас не будет при посадок никаких внизу я надеюсь что месяц с первого раза все получится тоже берем достаем вот эти вот ниточки 2 придерживаем два раза наматываем на пальчик первые два стежка 3 мы их таким образом держим будем строчить убираем полочку так вытягиваем убираем обрезаем смотрим тут у нас тут мы перешли чуть-чуть час мы чуть-чуть и убираем не бойтесь перехода всегда можно под пароль сейчас будем смотреть чтобы мы не перешли тут уже убираем но чтобы вот эту строчку за строчки бокового или там среднего шва как у нас вы не перешли но бишь с вами сюда переправлять переправляем суда но пока давайте не будем завязывать сейчас я закрою молнию и посмотрю как будет получаться тоже перетягиваем эти все четыре ниточки то друг надо подпороть зачем еще завязывать и берем вот этот кончик и застегиваем молнию и и не обязательно до конца нам главное вот здесь посмотреть что здесь происходит все хорошо оставляем все великолепно тут молния начала распарываться за того что вот эта вот деталька баски на прямой юбке она все время действует на разрыв сейчас может я все-таки попытаюсь сделать закрепку на ней потому что она постоянно постоянно буду так рваться постоянно действует на разрыв вот так и может вырывать так значит здесь мы все вот это завязываем протаскиваем сейчас вот здесь внизу я еще сделаю дополнительную закрепку но чтобы не ее сделать во первых я ее буду делать вручную а во вторых не надо будет обратно завести молнию туда вниз спустить опять же ее таким образом вот кончиком сюда вставляем и здесь вот так вот выправляем и теперь окончательно окончательно все завязываем вправляем ждем нашу клиентку чудесная юбочка спасена видите в ровень обрезаете и я рекомендую не просто протащить а ну вот в данном случае можно даже просто между молнией и вот этими вот строчками протаскивать вообще идеальный вариант где-то минимум сантиметрик очень надеюсь вам все видно так чтобы у нас вот эти вот кончики более-менее стали пожестче мы их намачиваем протаскиваем все скрыли видите как красиво еще раз повторяю закрепки крайне не рекомендую вы потом когда обрезаете нитку она может попадать в молнию а это молния вообще терпеть не может никаких закрепок вообще так вот эти вот старые какие-то закрепки выбираем куски ниток тех так а здесь мало того что я сейчас завяжу я сейчас попробую еще усилить еще раз вручную сделать эту закрепку ну что губ конечно стоило бы потоньше какую-нибудь вот такую например заправляем выводим ее вот сюда то есть я буду еще раз делать одну такую вот может даже два раза на одном месте вот эту вот строчку видите как раз басочка заканчивается вот у нас строчка стежок не вот именно вот это место я сейчас усилил так значит на предыдущую строчку здесь не очень обращаю внимание обращаем внимание здесь исключительно на стежок общем ювелирнейшая работа если надо очень качественно то это на самом деле очень долго вот видите делаю этот стежок тот самый попробую попробую его два раза сделать только смотрите колите пожалуйста то место где она была ни в коем случае нового не создавайте стежка и прокола исключительно в то же место так вот сюда вот видите вот это последний раз и сейчас я рекомендую еще раз их завязать между собой потому что если вы сейчас просто возьмете и протащите ниточки между там молнии и этой строчкой то они опять могут разойтись то есть вот так вязали хотите можно три раза но вы по два-три раза завязывайте только тогда когда вы уже на сто процентов уверены что вы уже сюда залазить не будете если бы у нас не было вот этой вот второй строчки то я бы вот таким был образом заправляла брала бы вот так вот по ниточке чтобы не надо чтобы еще из лица не было видно например вот так вот вот так вот под на ниточки бы заправляла да но сейчас мне так не надо поэтому я просто протаскиваю вот так под чтобы здесь не было видно то есть стараемся всегда очень чисто и качественно делать работу даже несмотря на то что это ремонт мочу не очень удачная ложка если не продевается значит будем продевать по одной нитке либо берем другую иголку либо обрезаем вот эти куски кусочки не такого конца никогда не заправляете а вот так вот иначе если до конца затяните ниточку к игле туда в ушка дует потом не протяните так теперь что делаем закрываем не так так видите уже сложно проходит это хорошо отлично великолепно надеюсь что она никогда больше не порвется видите еще усилитель поставили так то же самое делаем заправление завязываем а у нас тут уже было завязано вправляем сюда ниточки и обрезаем под корень и ждем примерки если все окей то тогда видео больше не будет если нет то будем конечно дальше смотреть что там делать со средним швом и с тем что вот тут оно расходится я уже вам более ранее рассказывала об этом во всем видео